Всем привет, дорогие друзья! Куда мы с вами сегодня идём, вы сами видите. Что мы там будем мерить, я не знаю. Посмотрим, что я там найду интересного. Это маленький H&M у меня в моём городе, где я живу. Здесь никогда не бывает сильно такой большой выбор, но у меня не было времени ехать далеко, и я решила заехать сюда, и я вижу сразу красное у входа. Посмотрите, какие шортики и какая кофточка. Ну, шортики нам, конечно, такие не светят, а вот топик такой вполне можно носить, если вниз надеть какой-то топик на брительку, чтобы он не был прозрачным, то вполне. Так, сколько он, кстати, стоит? А стоит он всего лишь канадских 32 доллара, 26 американских. Тоже белая юбка, кстати, похожа на юбку, которую мы смотрели в Uniqlo. Единственное, что она какая-то очень, очень, прям, прям, очень объёмная. Прямо эти валаны. Сейчас я подальше отойду и очки надену, а то я не вижу ни цены, ничего. Вот видите, какая она прям какая-то, прям парашют сильный, прям настоящий парашют. Да? Так, пошли дальше. Ну, опять красные сарафаны. Кстати, очень бюджетные. По 30 долларов они наших и 27 американских. Они прям совсем-совсем бюджетненькие. Вот так вот они неплохо сделаны, видите, с фантазией. Не просто сарафанчик, а бретенчика как-то пришита с фантазией. Вот он на манекене. Тоже довольно широкий, прям очень широкий. Коротенький. Ничего, такой симпатичный. Платье парашют очередное розовое. С бежевым, 50% из коза. Красивая расцветка. Но, честно говоря, они немножко уже поднадоели, эти парашюты. Да вообще все уже поднадоело. Если честно, везде одно и то же, в каждом магазине. Но это я так, бухтю. Так, белое шитье. Что у нас здесь? За 50 долларов. Вон, наших канадских. Сейчас Мерларч. Вот такая вот белая рубашонка. Внизу валан из шитья. Красиво. Длинный рукав. Такая немножко похожа на ночнуху. А вот черное платье с мережкой. 85 долларов. Дорогое. Наверное, у нее много вискозы. И, наверное, что-то еще. Красивое, кстати. Так. Ой. Ну, в общем, много всего летнего. Кстати, я в прошлый раз хотела померить вот эту вот... Вот эту штуку. Худи вот эту. Но она без капюшона. За 32 доллара. Я люблю H&M-овские вот эти вещи. Выглядит она неплохо. Они еще есть синие, с бежевым. Может быть, я попримеряю джинсы с чем-то таким. Потому что, знаете, лето-летом. Сарафанчики с сарафанчиками. А везде еще довольно холодно. Даже у нас. И, кстати, вот посмотрите. 32 канадских и 19 американских. Какая разница в цене? Иногда бывает небольшая разница. Иногда прям очень большая. Может быть, я попримеряю джинсы. Потому что, если честно, ну сколько можно уже все вот это вот... Вот это я мерила платье. Помните? Вернее, по-моему, я примеряла такое салатовое. А желтое я видела в другом магазине. Вот это тоже что-то... Что-то, наверное, из премиальной коллекции сюда занесло. Симпатичный топик вязанный. Ну, в общем, много всего шорты. В общем, такое летнее все. Видите, льняные вот эти вот рубахи. Вот здесь написано, что это леон. Стоит она 41 доллар. 32 американских и 41 канадские. Ну, вот такие льняные рубашки с коротким рукавом. Намного, кстати, в Вейджине... Я смотрела в видеоблоге вот такая из Селена Галанта. Она стилист. Очень известный. Очень... Ну, такая. Давно ее смотрю. Мне она нравится. И вот она примеряла... Сделала целое видео. С льняной рубашкой из H&M белой. Которую она по-всякому, по-разному примеряла. Было очень классно. Очень классное видео. Посмотрите. Так, маечки такие интересные. Смотрите. С бисером расшитые. 17 долларов всего лишь. А красоты сколько? Ва-ва-ва. Не знаю, девочки, наверное. Что-то я прям вот так сказать. Там много распродажи. Сказать, что я прямо что-то... Увидела такое новое. Что-то такое, что сейчас кинуть примерять. Я не могу. Ну, вот распродажи много вещей. Но я не могу сейчас кинуться, начать это все мерить. Эти платья опять бесконечные. Может быть, джинсы посмотрю. Если... Знаете, что я посмотрю? У нас здесь, поскольку небольшой выбор. Если я найду разные всякие джинсы, что я могу попримерять, тогда я примерю. А если нет, то найду что-нибудь из такой обычной одежды. Много сейла. Вот там тоже распродажи. Короче, пока что-то я не вижу ничего такого. Супка много нового. Но, опять же, это маленький магазин. У нас здесь совсем маленький выбор. Вот такие вот были платья, похожие в... в царе. Тоже сейчас. Вот много их этих крошей. Много джинсы. Видите, вот это платье из джинсы. Разных они. Есть светлые такие джинсы. Есть потемнее, посветлее. В общем, разные расцветочки. Разного цвета джинса. Вот юбка такая из крошей. Красивая, кстати. Ну, не знаю. Что-то еще. Вот топ такой. Видите? Или это платье. Может, это платье за 77 долларов. Наверное, это платье. Но это медиум размер. Такое маленькое. Я привыкла как-то, что в H&M в последнее время какие-то стали размеры покрупнее. Вот такая жилетка. Симпатичная за 77 долларов. Очень дорогая. Видимо, сделана из хлопка, скорее всего. Но вот эта вот этикетка такого цвета, по-моему, это их премиальная линейка. Видите, какой жилет красивый. На пуговицах. У меня есть, кстати, похожий. 100 лет ему дома висит. Когда-то я покупала. Очень давно. И так и не носила, если честно. Так он у меня и висит. Рука не поднимается, выбросит. Потому что он красивый. Вот такие сарафаны. В общем, много всякого белого. Наверное, будем... Ну, в общем, короче, девочки. Обзор такой. Под Шанель платье. И обзор. Никакого обзора я не делаю. Я просто вот хожу, смотрю, что тут есть. Нового. Честно говоря, нового особо ничего нет. Поэтому давайте я пойду искать, что мне поменять. Так, девочки, мы в примерочной. Вот вы видите. Я ушла в джинсу. Ну, вообще, я так сегодня и пришла в джинсе, можно сказать, да. И у меня вот повело на джинсу. Ну, и одно платьице я прихватила. Такое с похромой. Хлопка льняное. И телеосень. Я собираюсь на курорт. Поэтому я... Ну, я думаю, что оно мне будет велико. Даже сейчас. А уж через несколько месяцев. Надеюсь, что будет еще больше. Так, я сегодня, вот, знаете, честно скажу вам, схватила то, что ближе лежала в шкафу. Особенно не заморачивалась. Времени не было. Опа, какая я лохматая. Я без очков даже себя не вижу. Вот эта куртка у меня, я ее очень люблю. Она очень старая. Прям такой рок-н-ролл. Джинса черная. Видите, вся вот в таких вот каких-то железяках. Белая юбка. Топ такой. И ботинки вот эти, слушайте, честно слово, я... У нас тепло уже более или менее, но я как влезла в какие-то вот эти вот ковбойские ботинки, так в них и хожу. Потому что, потому что, не знаю, вот мне в них так удобно. Они без каблука. Я же вечно на каблах. А эти такие удобные, классные. И, в принципе, надо переходить на босоножки. Я уже педикюр себе отрихтовала. Летний вариант, так сказать, сделала. Хороший такой, правильный. Единственное, что вот у меня ноги не крашены с этим автозагаром. А так у меня такие белые, такие куриные лапы, такие сине-белые свои, некрасивые. Я, о ужас, в телесных колготах, девочки. Меня проклянут все стилисты, которые ненавидят телесные колготы. Для меня это страшный секрет. Почему можно черные, почему можно желтые, белые, цветные, какие угодно, а бежевые телесные колготы, почему-то это страшный, страшный просто кошмар. Вы просто в колхозы отстой, если вы ходите в телесного цвета колготах. Причем они всегда... Я сейчас две минуты вот выскажусь, а потом начнем примерку. Они всегда почему-то в картинке выставляют колготы, такие, которые, помните, блестящие, которые светились с космоса, было видно, но это было 90-е, начало 2000-х. С тех пор такие колготы даже вообще просто нигде не продаются, вот эти колготы с блеском. Даже если вы очень хотите, вы их не найдете, где вы где-то их купите. Но у нас, во всяком случае, я не знаю, я даже давно их не вижу в магазинах. Обычно продаются колготки 8-10 ден, которые вообще не видны, как вторая кожа на ноге. Почему это такая кромола? Конечно, никто не носит уже колготы с блеском. Никто не носит. А почему при этом, когда у вас синие, незагорелые, бледные ноги, нельзя надеть бежевую колготку, которая придает немножко цвет, как-то немножко собирает ногу, чтобы она так не болталась, целлюлит немножко замазывает. Что в этом кромольного, объясните мне, я не понимаю. Люди вообще херню говорят часто и почему-то... И все повторяют за ними. И все за ними это повторяют. В общем, короче, все. Я высказалась, давайте примерять джинсы. Так, начнем. Мам джинсы. Они мне большие. Вы знаете, что у меня, поскольку у меня вес туда-сюда еще... Ну, как бы изменился вес, и я по инерции хватаю свой размер. Я, кстати, разные размеры принесла, чтобы мне как бы знать, ну, что мне... Пробовать разные размеры. Короче говоря, значит, видите, мам джинсы сидят на мне некрасиво, потому что, во-первых, размер не очень. Во-вторых, мне кажется, мам джинсы это не мой фасон. Это десятый. Сейчас вам скажу. Десятый. Сорок-второй европейский. Сороковой вообще я всегда считала, что десятый это сороковой. Ну, ладно. Короче, сидят плохо на мне. Значит, мне нужен хотя бы восьмой. И вообще, мне кажется, что мам джинсы не очень хорошо для моей фигуры. Хотя когда-то я... Честно вам скажу, я носила мам джинсы, но они вот тут вот, вот знаете, они делают мне вот такое вот лишнее вот это вот все. И как-то некрасиво это топорщится. Сейчас я попробую себе сзади. Блядь, это... Блин, зеркало. Я никогда не знаю, как с ним... Как с ним... Понимаете, в виде-то я себя вижу, чтобы еще снимать мне себя в нем. И это просто... Короче. Так, смотрите, как оно сидит на попе. На попе сидит... Ну, так. Свободник Прада. Хотя ничего. В принципе, нормально. Вот они высокие. Но, видите, вот здесь вот много ткани лишней. Или это фасон, или это размер. Не знаю. Трунская. Так, видите, размер US американский десятый, европейский сорок второй. Я всегда считала, что это сороковой. Значит, вот они стоят канадских 30 долларов. Вот эти цифры мексиканские. Мексиканские деньги. А это я не знаю, как из Сиопии. Не знаю. Никогда не знаю. И вот написано, что это мант джинс. Высокая талия. И анкл лендс. Это как бы, ну, длина до щеколотки. Вот. Канадский тоже десятый. В общем, вот такие вот джинсы. Великоваты мне. Короче, не очень. Так, здесь размерчик поменьше. По-моему, вот это восьмой. Но у них еще такой фасон. Понимаете, размер еще очень зависит от фасона. Но вот мне кажется, что эти сидят получше. Они не болтаются на мне. Живот немножко торчит. И цвет мне нравится. Они не белые. А они такие молочного, сливочного цвета. Обычная такая ширина. Нормальная длина. Хорошая. У меня почти что нет каблука. И видите, они мне, в принципе, по длине нормально. И мне нравится вот их, как бы, вот фасон тем, что он классический. Он никогда не выйдет из моды. Это такие джинсы, которые никогда не выйдут из моды. И в смысле по фасону. То ничего с ними никогда не будет. Они выглядят смешно как-то просто. Потому что это классические джинсы. Единственное, что, ну, цвет такой, знаете. Они все любят. И вот, если бы они были темные, не было бы видно все-таки живот. Так они немножко потарчивают. Потому что, выделяются. Потому что они светлые. На светлом живот больше виден. Посмотрю на них сайты. Так, сзади сидят хорошо. Можно сказать, идеально. В общем, вот так. Хорошо сидят. Вполне. То есть, вот такой размер мне неплох. Видите, какая хорошая цена. Они на распродаже. Они стоят 15 долларов всего лишь. А стоили 47. И это американский 8-й, европейский 40-й. Но вот видите, здесь как-то немножко по-другому. Я знаю, что во всех остальных магазинах. Я знаю, что наш 10-й это европейский 40-й. Наш 8-й это европейский 38-й. А здесь как-то немножко в H&M как-то сдвинуто. И в них, по-моему, есть немножко эластана. То есть, у них есть хлопок. 20% ресайкл коттон. Ну, давайте я посмотрю состав. Мне просто интересно. Потому что я чувствую, что у них есть какой-то эластан немножко. Но цена просто прекрасная. 15 долларов. И это такие брюки. Они никогда не выйдут в моду. Вообще, 1% не холостан. Все остальное катон, хлопок. И давайте посмотрим, как они называются. Потому что они все имеют название. Значит, видите, это называется Slim High Waste. Это высокая посадка. И Slim это такие худые как бы джинсы. То есть, не широкие, не просторные, а облегающие как будто бы. Да? Но я немного скажу, что они прямо так облегают. Это не скини, ни в коем случае. Видите, они внизу такие довольно широкие. Это ни в коем случае не скини, не Slim джинсы. Это те, которые облегают вашу попу, ноги, талию и так далее. Так, вот это джинсы тоже. В принципе, сидят они хорошо. Это тоже 8 размер. 40 европейский. Значит, я посмотрела сразу состав. 99 хлопок и 1 холостан. Они все такие. У них чуть-чуть есть такая. Они немножко тянутся. Но вот они вот короткие. Видите, то есть, вот они не клёжные. Они такие прямые совершенно джинсы. И довольно короткие. То есть, это в принципе длина до щиколотки. Если вы будете в каких-то красивых, знаете, туфликах на каблучке, в таких вот джинсах и в какой-нибудь джеклет, это будет очень-очень стильно. По-моему, сидят отлично. Просто великолепно. И это тоже обычные прямые джинсы без всяких фокусов. Снимаемся сзади. Тоже сидят отлично. Претензий нет. Вот сейчас, видите, у меня размер... У меня был 10, а сейчас у меня 8. У меня ушел размер. У меня ушел размер. Вполне я могу честно в этом признаться. Вот так вот, видите, сидят очень хорошо. И длина хорошая, прекрасно. Просто прекрасно. Так, значит, это тоже восьмерка сороковой европейский. 46 канадских они стоят. 47, 33 американских. Вот их номер. И я уже сказала, что в них 99 лопок. И остальное 1% эластан. Вот они вот так вот называются. Посмотрите, тоже слим. Regular waist. То есть они не high waisted, не высокая талия, а нормальная обычно. То есть их, в принципе, вы видели. Они чуть-чуть ниже талии где-то получаются. Но, в принципе, нормально. И видите, тоже вот длина ankle length. Это длина до щеколотки. И... Да, и они тоже как бы считаются слим. То есть они считаются, вот видите, ваблипо. Ваблипо. Хороший цвет красивый, хорошие джинсы. Вообще, в H&M, конечно, джинсы очень неплохие. Так. Вот эти джинсы мне очень нравятся. Я вообще люблю дырявые джинсы, да. Они очень современные, модные. Вот сейчас модно. Вот они так и называются паги джинсы. Это джинсы широкие, просторные. Видите, они нигде ничего не облегают. Такие легкие дырки. Такая легкая такая небрежность. Здесь вот они вот где-то до талии, в принципе. И это тоже восьмой размер. Такой же, как вот эти. Но эти, видите, другой фасон. Они облегающие. Слим. А эти баги, это как бы широкие. Значит, вот широкая джинса. Это сейчас очень модно. Прямо очень модно. Даже я взяла вот эту восьмерку свой, как бы сейчас мой размер. А на самом деле они должны быть, наверное, еще больше. Потому что они должны прямо вот прям свисать. Вот так практически быть ниже талии. И прямо быть очень-очень свободными, очень широкими. Но я вам хочу сказать, что это хорошо на худеньких. Я примеряла, вот пробовала такие джинсы. Вот эти широкие. Вот такие очень широкие. Которые прямо вот как, знаете, как будто с чужой попой, да, называется. Такие, как будто они на три размера больше. А вы видели. Или я примеряла их в Заре, и я примеряла еще где-то. В общем, короче, мне кажется, что такие сильно, очень широкие, такие прямо свободные джинсы, они на худых очень хорошо, на высоких. А на девочках небольшого роста и на таких не очень худеньких, как я, в принципе, мне кажется, что это не самая лучшая идея. В принципе, вот эти джинсы мне нравятся. Но если они будут большего размера и будут прямо еще больше, огромнее, то мне кажется, что это будет уже даже как-то не очень. Вот мне кажется, что когда на мне джинсы в облегу, да, вот сзади, они... Я выгляжу худее, вот сама попа. А вот таких вот широких у меня уже как будто получается такое... Как будто вот ноги вот эти вот... Ну, не знаю. Может быть, это я просто старомодно отстал человек. Но мне кажется, что джинсы вот на девочку поплотнее, мне кажется, что джинсы, которые больше облегают, как-то сидят лучше. Хотя, может быть, это я... Мое какое-то такое предвзятое мнение. Может, это цвет, потому что у них такое. Или фасон. Ну, в общем, я не знаю. Размер тот же самый. Ой, как-то мне не получается хорошо снимать. Все время как-то криво-косовое дело. И, в общем, вы видите, да? Неплохо, но мне кажется, что предыдущие были как-то лучше. Мне очень трудно. Просто чисто вот визуально. Хотя я знаю, что это сейчас модно. Вот не модного флипона, а модно, чтобы вот так было. Так, смотрите. Вот их номер. Вот их размер. Вот их цена. Значит, 59 канадских и 45 американских. Они немножко подороже. Вот их номер. Потому что, видимо, они более модные. У них есть какие-то модные тенденции. Видите, написано багги white. То есть loose feet, low waist. То есть это вот все, что сейчас модно. Низкая талия, свободные ноги, широкие, широкие вот такие... Как это называется? Я не знаю, как перечисло багги. Ну, такие, знаете, прям оверсайз, короче говоря. Грюки, джинсы. Оверсайз, широкие, свободные. В общем, все, что угодно. И низкая посадка. Хотя я бы не сказала, что у них низкая посадка. Но, наверное, если бы я взяла размер побольше, то они бы были на мне низкой посадки. Видите, написано? Написано... А, просто написано and denim. И denim. Ну, в общем. Просто честно я вам скажу, мне кажется, что мне не подойдут эти. Так, вот смотрите. Джинсы, которые мне тоже очень нравятся. И мне кажется, они мне очень идут. Боже мой, какой здесь ужасный свет. Всегда в примерочных вычинам. Ну, ужасно. Как мне... Он какой-то темный. Потом подходит, он включается. Отходит, он выключается. Короче, все. Значит, это... Они называются Putkat. Ну, это такие джинсы, которые как бы для сапог. Вот именно для таких ковбойских сапог. Они немножко расклешенные. Они очень узкие сверху. При том, что это тоже вот десятый размер, который вот, допустим, Moms. Вот эти джинсы, мамские джинсы были мне довольно широкие. А эти вот в самый раз. Как раз вот то, что надо. Вот. Мне они довольно тоже нравятся очень, но хорошо сидят. Красивый цвет такой, знаете, правильно, denim. И вот этот фасон немножко, немножко расклешенный. Узкий здесь, немножко расклешенный внизу. Может быть, это не самый актуальный сейчас фасон. Но, опять же, он никогда не выйдет из моды и всегда будет в моде, мне кажется. Потому что уже очень много лет вот такие джинсы, они как бы всегда... Всегда в ходу. Вы никогда не будете... Даже когда были скини очень в моде, все равно вот эти джинсы оставались в моде. В скини ушли, эти остались. Сейчас вот эти широкие, большие джинсы, которые низко должны так болтаться, они тоже уйдут, а эти останутся. Так что вот если вы хотите, так я думаю, что если покупать, если не гнаться за модой, а именно вот что-то классическое, то вот это вот самый-самый настоящий классический фасон и классический цвет. И длина хорошая, в общем, ничего, что надо. Кстати, хочу добавить предыдущие джинсы. Я забыла сказать, они на пуговицах, я это очень не люблю. Мне они нравятся, вот эти дырки, все. Но я ужасно не люблю джинсы на пуговицах. Я вот пока их застегнула даже, я чуть руки не сломала. А замочек, замочек, наше все. А вот эти, видите, у них такая легенькая есть потертость. Значит, стоят они тоже 60, 58, ну 59, 60 долларов. Это выйдет 10, 42. И называются они... Давайте посмотрим, как они называются. Так, вот видите, bootcut. Это как бы отрезанный под сапоги. Slim fit и high waist. То есть высокая посадка и, значит, узенькие ножки. Вот так скажем, да? Вот такие вот джинсы. Так, и немножко отойдем от джинсов. Я просто не могла не взять с собой примерку это платье. Хотелось мне его примерить. Оно очень симпатичное. Я примеряю его со своей футболкой, чтобы как бы оно... Потому что здесь прямо оно такое большое, такой вырез. Здесь очень симпатичные вот такие вот верхние только часть. И бахрома. И, по-моему, оно сделано хлопок лен. В общем, я проверю. Но оно мне велико. Видите, какие большие. Очень велико, потому что это экстра-лардж. Под мышками прямо болтается. Можно, конечно, ушить, но оно не такое дешевое. Оно что-то такое стоит на сейле даже долларов сорок пять. А так, вообще, конечно, я очень люблю вот эту бахрому всю новую. Но я покупала платье с бахромой. Если вы помните, я его примеряла и покупала. Один раз тоже в примерках моих вечерин. Но оно такое было нарядное. Шелковое такое внизу с бахромой. И такое вот короткое. И вот где-то отсюда идет бахрома. Это такое платье как бы в клап. А это на курорт. Абсолютно. Потому что оно хлопковое. Но большое мне жалко. Красивое. Так, платье. 70% вискоза 30 леон. То есть я вот видела, что оно хорошего такого состава. Оно стоит сейчас 35 долларов. Стоило 70 наших. Сейчас наших 35. Но это размер экстра-лардж. Видите, заклеены его номера. Видите, вот написано, что оно с примесью льна. Жалко. Красивое платье. Но, видите, вот эти вот брительки все очень медленные. Оно очень симпатично сделано со всех сторон. Видите, здесь такая вот сзади. А, здесь еще замок есть сбоку. Я его даже не расстегиваю. Все оно у меня очень большое. Здесь красиво. Очень сделано сверху. И там, где бахрома, тоже идет вот это вот тесьма. Красивое платье. В отпуск вообще шикарно. На курорт 35 долларов немного. Был бы мой размер, взяла бы. А так, конечно, большое. Так, девочки, дорогие. Вот такие у нас были сегодня примерки. Наверное, не так уж много. Они такие уж и длинные. Я хотела больше. Но, если честно, все это такие маленькие размеры в магазине. Вот, правда, я ковырялась во всех джинсах. И все вот это 2,4, 2,4, 6. Шестой мне точно будет мало. Восьмерку я, ну, в общем, натягивала на себя. Десятый размер. Ну, в общем, короче. Много есть джинс, но размера большого, относительно моего, в магазине очень мало. Почти что нету. Поэтому очень трудно было я выбрать что-то и принести. Но я нашла кое-что. Вот вам примеряла. И платьице, конечно, прихватила вот такое, которое мне большое. Все. Всех люблю, целую. Надеюсь, что вам по-другому было интересно. С вами была Дита. Всем привет из Канады из H&M. Люблю, целую. Всем пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok